И мы перед дверями хроник Акаши. Мы приветствуем хранителя Акаши и спрашиваем его, сможет ли он с нами побеседовать. Мы пришли с ним побеседовать, у нас масса вопросов накопилось по работе чакральной системы, в особенности чакры с фатхистаны. Может ли он нам помочь разобраться в этом? И на счет 3 мы входим в хроники Акаши. 1, 2, 3. Да, он сказал, что он предоставляет нам тот кабинет. Хорошо, наш кабинет готов, мы проходим его. Как влияет работа с фатхистаны на либидо, мужчины и женщины. Сфатхистана – это как бы котельная, двигатель нашего организма, потому что считается, что там всегда должен гореть огонь. Когда с фатхистана работает нормально и все каналы энергетические у человека работают нормально, тогда живот должен быть горячим, тогда все идет правильно и хорошо. И, значит, если в таком нормальном состоянии тогда либидо, конечно, и мужчины, и женщины будут работать нормально, в нормальном режиме. Если, допустим, как говорится, что вода и огонь в организме, в энергетическом организме человека, то есть вода должна идти в голову, охлаждать ум, а огонь всегда должен гореть вот в нашем центре, в Сфатхистане, энергетический центр. И также, что в Сфатхистане, это самое главное, здесь рождается семя, рождается жизнь, это основная функция как бы человека, и это защитная функция. Человек рождается потихонечку, у него все энергетические центры открываются, и это основные базовые центры. Какие факторы влияют негативно и позитивно на либидо? Позитивно влияют на либидо, когда ты гармонично живешь, гармонично развиваешься, и тогда энергетический центр у тебя гармонично развивается, и это и правильное питание, и образ жизни, и теми продуктами, которые рождены в этом месте обитания, где ты живешь. Все должно быть натуральное. Также и мысли, и помыслы, потому что человек рождается, все рождаются как бы в нижних гунах, и постепенно за жизнь сначала вот эту основу разрабатывает, прорабатывает, потом выше идут в духовные сферы. И поэтому как ты живешь правильно, так у тебя развивается и твоя... Твоя чакра. Да, то есть она либо блокируется, либо она, наоборот, развивается, раскрывается. Да, да. А вот что блокирует именно эту чакру садхистану или, наоборот, открывает ее, то есть как бы более точно? Ну вот, например, блокирует, мы разговаривали там о финансовой духовности, разговаривали о том, что вот мы там кто-то направляет финансовый поток, то есть берет финансовый поток, то есть правильная энергия – это идет, когда эти нижние базовые чакры – это огонь, а вода поднимается наверх и остужает мысли и голову, и тогда голова мыслит правильно, духовно, да, и дальше потом открывается связь с космосом. И когда у тебя духовное идет развитие, тогда ты можешь спокойно все мысли материализовывать, и все идет уже обратно другим каналам, и материализация идет там в финансах, и любого материального. А если ты начинаешь преобразовывать, то есть просить открывать финансовые каналы, когда у тебя только еще открыты базовые чакры, и духовно ты еще не вырос, и просишь финансовый канал, то эта вся вода заливает огонь, и чакры затухают, и базовые твои функции все затухают, и тогда вот-вот это и есть блок, то есть ты сам себе блокируешь. Сначала еще не развился, а уже что-то там, ну, что-то, что-то хочешь быстрее, чем ты, то есть твой уровень развития. Объять, не объять, ну да, надо все сделать постепенно. Желание есть, а уровня подготовки еще нет. Да, да, да. То есть те, кто уже не живут духовно, застыкленные только на материальном, вот это и происходит зафировка. А вот люди не понимают это. Да, не понимают. Это вот аучность. Это гармонично, да, гармонично должно быть. Огонь должен гореть на базе, а в голове должна охлаждаться водой. Вода – это тоже базовая энергия. Какой образ жизни, четвертый вопрос, различные практики, питание, физическая активность, улучшает ли это движение энергии в Сфатхистане? Конечно. Нельзя, во-первых, сидячий образ жизни противопоказан в Сфатхистане. Тогда вот и идут блокировка вот этой Иды, Иды, Пинговы. Сфатхистана развивается тогда, когда человек, это же базовая чакра, это сила, выносливость, энергия человека, то есть должен у человека активно заниматься, ходить, гулять, спортом заниматься, петь, танцевать. То есть это все развивает эту чакру. Он разгоняет энергию там. Разгоняет энергию. И на самом деле эта чакра, Сфатхистана, она может и творить. Когда человек счастлив, вот в этом плане физическом, и когда, например, рождается ребенок, то человек и творческие способности тоже рождает эта чакра, когда у нее все хорошо, гармонично. И когда человек, даже еще не поднимаясь на духовный план, он уже счастлив, он уже творец. Творец, и он отсюда творчество идет, и стихи писать, и песни петь, там, все что угодно. То есть это вот на этой базовой чакре тоже это все позволяет, делается, если она работает правильно и гармонично. А каким должен быть психоэмоциональный фон у женщины, включая ее поведение, чтобы не возникали блоки на этой чакре? Женщина, во-первых, у нее как бы заложено, чтобы эта чакра работала эффективно, чтобы она сотворилась, зародилась темя в этой чакре. Поэтому она должна быть активной, активной физически, активно развиваться для того, чтобы потом произошло сотворение, и у нее родился ребенок, и в этой чакре должно быть активно, активно гореть огонь. То есть живот всегда должен быть теплым. То есть она должна и правильно питаться, и быть активной, и развиваться. Для того, чтобы базовые, базовые все вот эти основы, они были в полном объеме, работали и были гармоничны. И если она начнет заливать, как говорится, водой это пламя, когда на психофизическом, что-то такое, какие-то эмоции она допускает. То есть она еще не развелась духовно и допускает какие-то эмоции. А эмоции, они тоже, получается, что вода заливает пламя. Излишние эмоции материальности. Материальности, как понимаю, потому что когда хочу, 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 дайте мне, подайте. Вот я этого хочу, того хочу. Это уровень детского сада, еще развития. Да, то есть, и получается, что вода заливает ее пламя, и тогда все ее базовые эти функции, они угасают. И, естественно, отсюда все эти заболевания психофизические начинаются. И, конечно, это все влияет и на либидо, и на воспроизводство женщин. Взаимосвязь с Афганистаном, с беременностью. Я думаю, очевидна связь. Да, это то же самое. То есть, многие женщины в наше время забывают вот эти корни родовые, родовая система, когда нужно с малых лет физически заниматься, потом по роду, как идешь. То есть, девушка в определенном возрасте, она должна быть сильная, энергичная и духовно развитая. То есть, она понимает свое место в роду и готова быть дальше женщиной, матерью и воспитывать детей. То есть, она духовно уже развивается к этому возрасту. А когда женщина зациклена на материальном, что вот мне надо сейчас, вот мне надо же отучиться, потом уже пойти работать, потом нужна карьера, потом нужны деньги, и как бы она духовно не растет как женщина, как родитель. Она отодвигает, отодвигает. Отодвигаются эти функции. И опять возвращаемся к тому, к огню. То есть, она этот огонь заливает водой, потому что она живет материальным миром, она требует себе цели материальные ставить, а духовно не развивается при этом. То есть, у нее духовности нет совсем. То есть, и родовой духовности нет. То есть, она не воспитала в себе, эту... То есть, могут быть проблемы с кем-то к этому возрасту. То есть, она заливает опять же водой, заливает это пламя. Да, и поэтому тут проблема. Вот как улучшить протекание беременности и облегчить роды? Благодаря практике работы с этой чакрой. Может ли это помочь в протекании беременности и родов? Ну, вообще, на самом деле, практике работы про очищение, очищение всех каналов, практике работы с чакрами, со всеми, с его энергетическими центрах очень важно. И поэтому это вот ре... Я не помню сейчас, какая мантра на эту чакру, но если ты поешь, пропеваешь эти мантры чакральные, то это идет вибрации. А вибрационные... Вибрации — это самый главный момент для того, чтобы чакральная система работала, чтобы наша система энергетическая работала правильно. Поэтому чем выше у человека вибрации, то тем легче человек готовится ко всем этим важным моментам в жизни, особенно родам. Поэтому нужно и в паре, особенно, когда женщина беременна, нужно в паре со своим супругом или со своим партнером прорабатывать эти вибрационные упражнения. И вот эти вот пения мантры — это тоже повышает вибрации. Потом даже вот эти вот танцы, танцы, они очень повышают вибрации. Поэтому если человек танцует, он наполняет свое тело вибрацией, и это позволяет проработать все чакральные системы, все энергетические каналы, у нас же там 32 тысячи каналов энергетических, и основных. И когда ты все это прорабатываешь вибрационными танцами, пением, мантра, пением, тогда это все помогает в дальнейшем провести прекрасные роды и прекрасно пора выносить ребенка, и роды тоже будут легкие. И, видимо, есть связь с Ватхистаной и бесплодие. Да, на бесплодие влияет это то, что я вот уже отвечала, что если женщина себя зацикливает на карьеру, на рост, то есть она материальным, то есть она еще духовно не выросла, она расклад только материально, и она абсолютно направляет воду, то есть ума, то есть то, что ум и эта вода заливает огонь в этой базовых чакрах, и поэтому бесплодие. И пока она не пойдет расти духовно, ничего у нее не получится. Да, мы по врачам ходим и понять не можем, что и так, и почему. А здесь все, ларчик просто открывался. Да, нужно просто восстанавливать всю свою систему. Сначала опять, да, со Сватхистаны, чтобы дать энергию правильную от кристалла Земли, чтобы она пошла потом в Сватхистану, раскочегарила эту котельную огнем, раз уж зажегся огонь в Сватхистане, либидо поднялось, и потом, значит, нужно думать о роде, о духовных вещах, в зависимости от того, в каком возрасте женщина, тем быстрее нужно заниматься духовными практиками. И так только, когда пойдет опять зажжется огонь, а вода пойдет в высшие чакры, затухать ум, чтобы не думать только о материальном, но и о духовном. И только когда все энергетически восстановится, только тогда можно думать уже о деторождении. Тогда уже вторая чакра будет работать хорошо. А как выглядит Сватхистана у маньяков? Что там не так? Там не так ни Пингала, ни Ида, и все каналы засорены. Сама чакра, она недоразвита, поэтому у человека нет понимания основ. Духовности в этом человека вообще нет. То есть чакра еле-еле движется, и получается, что энергия от младхары тоже не идет в эту чакру. Значит, и у младхары загубленная. То есть абсолютно загубленный энергетический человек. С Сватхистана в период полового созревания, вот пред- и постменопаузы, как она выглядит, что с ней происходит? Значит, ну, во-первых, наш организм начинает развиваться с нижних чакр. То есть человек растет, и потихонечку сначала базовые чакры начинают работать. То есть развиваются эти базовые чакры. Поэтому в период полового созревания это как раз созревает, развивается наша базовая чакра. И, конечно, человеку при этом нужно быть в семье, в роду, чтобы он рос, рос для того, чтобы он не был одинок. Потому что от того, как психологически будет существовать этот ребенок в этот период, так будет его выкристаллизовываться и его чакральная чакра, это Сватхистана. Потому что энергию, энергию дает ребенку, энергия есть младхара, а вот Сватхистана уже в период полового созревания, это как раз и идет уже родовое обозначение, его обозначение в системе рода. Так и развивается его чакра. Постменопауза, это уже у женщины, то есть как бы, то есть она женщина, старшая женщина в роду, это берегение рода. И в зависимости от того, как женщина себя позиционирует в роду, так и будет заканчиваться ее как бы сексуальная жизнь, в смысле рождения рода, в смысле зарождения семья. Ну, она как-то менее ярко, начинает светить эта чакра, она менее яркая, или она также остается? Ну, в зависимости от того, как человек живет в гармонии с собой или нет, потому что если он затушит этот огонь, то вся система развалится, и это болезни. А если человек в этом возрасте будет поддерживать огонь в этой чакре, тогда вся система будет работать, тогда у человека будет меньше болезни. Савдхистана нужна и до самого последнего. Если у нас будет в этом центре, Савдхистан – это центр наш, центр всего. И если мы затушим там огонь, то и ничего не будет. Он и за чувственность отвечает, за чувственность, за такую вот женственность. Ну, и за сознание, то есть за свою осознанность. Многофункциональная чакра такая. Да, да, да. То есть это стержень, наше все, это все крисканом. Если ты себя сознаешь свое место в жизни, и у тебя-то все работает нормально, то ты будешь долго жить. Да, да. Ты можешь молодость себе сам продлить просто своим мыслями, своим образом жизни. А вот есть ли связь с Савдхистаном, когда гормональный дисбаланс и лишний вес, это зависит как-то от Савдхистана? То есть есть какая-то связь между... Да, конечно. Конечно, конечно. То есть гормональный дисбаланс, есть пара, женщина хочет ребенка, а по какой-то причине муж не хочет ребенка. То есть они не станцевали этот вибрационный танец. И женщина заболевает, начинается миома-мастер. Кто-то спешит, а кто-то еще не готов. Да, да. Хотя вроде бы она сформировалась. И у женщин начинается гормонация. Кто-то еще пожить хочет для себя, а кто-то уже хочет. Да, да. Но это вот это вот отсутствие правильного духовного развития. И из этого женщина заболевает. И, естественно, потеряет все там. Потом какая там еще... А, и полнота. Ну, полнота, когда идет гормональный дисбаланс, идет полнота, и это уже никакой диеты это не исправить. То есть пока ты не исправишь все в роду, не найдешь свое место, не родишь эту ветку, чтобы был зарод, что ты веточки, у тебя никакой... Никакая полнота у тебя не уйдет. Пока ты не поработаешь с родом, ты не восстановишь себя на этой ветке в роду, полнота не уйдет. То есть гормональный дисбаланс показывает нам, что твоя веточка в этом роду засыхает. Ну, вот неожиданно, да, казалось, вот просто гормональный дисбаланс, а он более глубокие корни имеется, все-таки от чакры тоже идет. А как или каким образом через работу вот с этой чакрой можно влиять на вес в сторону похудения? Очень актуальный вопрос для женщин. Если ты молодая девушка, и у тебя полный лишний вес, значит, тебе нужно понимать, что для того, чтобы у тебя нормально развивалась эта чакра, ты должна заниматься активно, не сидеть, ты должна двигаться, ходить, танцевать. Не любишь заниматься спортом? Танцуй, пой. То есть развивай в себе вибрации. Если ты будешь развивать вибрации в себе, не говорю уже там, может, духовными практиками не заниматься, если ты молодая еще не понимаешь, но танцевать, петь, плясать. На природу просто ходить, мне кажется, тоже. На природу. Быть поближе к земле. И самое главное – это позиционировать себя в роду. Кто ты в роду? Кто ты есть? Кто твоя мама и папа? Дедушка, бабушка? Понимать, какое место ты занимаешь. Если ты будешь себя уже позиционировать в роду, то ты потеряешь этот вес, потому что ты будешь задумываться о духовном. То есть если молодая девушка задумывается о духовном и позиционирует себя в роду, она похудеет. Потому что у нее сразу по всем чакрам начинает двигаться энергия. И самое главное – энергия движется вверх. То есть человек задумывается о своем месте в роду. И она своей энергией двигаться вверх помогает вибрационными движениями, танцами. Это все происходит через радость, через эмоции положительные. А это тоже движение энергии вверх. И когда человек похудеет молодой, если уже, конечно, когда гормональные изменения у женщины, то это тяжело сделать. Но опять же, если ты будешь прорабатывать уже духовно в себе все чакры, пропивать мантры, то тоже похудеешь, потому что ты разбудишь себе огонь в Сафтхистане. Самое главное – это раскачегарить нашу котельную. Связано ли Сафтхистана с денежным каналом? Да, есть связь. Это финансовый канал. Я уже говорила, что если все движение поступательной энергии снизу вверх идет, то есть Сафтхистан работает активно, и человек себя позиционирует в роду, и энергия духовная идет наверх, и тогда человек развивается духовно, и рассказывала, что сердце зарождается, сердечная чакра зарождается семья духовности, и если все чакры постепенно поступательно в процессе жизни развивались, то это семья проходит через горловую чакру Вишутху, через чакру коммуникации, и идет дальше. В Маджин развивается интуиция. Когда развивается интуиция, тогда человек все материализует, все его желания материализуются. Все, что он желает при этом условии, все материализуются, и тогда денежный поток, естественно, путем опускается вниз, приходит материализация. Но когда с Фатхистана не работает, пламени нет в Фатхистане, тогда, естественно, не работает дальше энергия поступательная, движение вверх. И тогда Аджин не может ничего материализовать, все наши желания не может материализовать. Но мы благодарим души хранителя Акаши. Академия Академия Академия